Тема вызова и общения с духами издавна интересовала людей. Известными спиритами были Даниэль Хьюм, Флоренс Кук, Сильвиа Браун. О спиритических сеансах ходят множественные легенды. Про них снимают фильмы. И даже шутят. И дух Сергеевича, появись! Опа! В интернете существует множество роликов общения с призраками. Кто-то связывается с духами через доску Уиджи. Ну а кто-то с помощью волшебного радио. Аннелиза Михель. Сколько лет ты стала одержимой? Сегодня в видео. Канал, выходящий за рамки понимания. Просто я не понял, а как можно над известными такими именами стебаться? Мне кажется, этого всего не видели родные тех же самых людей. Ирины Поленковой, этого пилота. У нас бы кто-то из родственников был бы таким вот знаменитым, и он бы связался. Я бы просто убил бы, наверное. Нашел бы и засудил. Возможно ли связь с духами через радио? Ну это же уже совсем смешно, вы понимаете? И просто кто ведется на данные видео? Или все это обычный обман? Все, чем он занимается, возможно, интересно. Возможно, но не такими методами. Привет, Даня. Привет. Привет, Артем. Присаживайтесь за наш сегодняшний стол обсуждений. Еще раз здравствуйте, наши дорогие зрители. Сегодня, как я уже сказал, мы обсуждаем очень странный канал, который есть на YouTube. Канал парня Сергей Соколов. И, в общем-то, канал так и называется. Вы уже видели вставку в начале. Вчера мы были очень потрясены с надержимым канала. Илона Новоселова, вы совершили суицид. У нее, у нее депутатик. Какой? Вот вылуп. И это был несчастный случай. Уже полиции было доказано, что она же говорила. Ее парень Артем рассказывал, что она хотела показать, что ей не страшно, и она вывалилась из окна. Илона Новоселова, вы осознанно хотели покончить. Нет, вот это ее голос интересно говорит. Нет, нет. Смотри, Сталин, я был в сговоре с Гитлером, и меня отравили. Сталин в сговоре с Гитлером нет. Вы такие заявления делали, да? Здравствуйте, вы думаете, вы вообще не понимаете? Я просто не понимаю, как совесть у человека может позволять такое снимать. Ведущий связывается с духами умерших людей, с демонами, с дьяволами, с прочей нечестью. Через неподтвержденную технику, которая называется вандербокс. Да, видео интересное. Но моментами они бывают просто аморальными. Вчера мы решили посмотреть в здании с Артемом несколько таких видео. Что меня потрясло? То, что данный человек просто не стесняясь никого, и, наверное, он совсем не страшный, выкладывает видео с только что недавно с умершими людьми. Была связь с командиром воздушного судна, который потерпел 8 января крушение в Тегеране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 9 членов экипажа. Настолько человек не понимает все ответственности и важности вообще сие вопросы. И он из этого делает шоу, но он, получается, делает шоу на костях. Как вы знаете, 8 января 2020 года в Тегеране разбился украинский самолет Boeing 737. Я хочу связаться с погибшим экипажем самолета Boeing 737. Капаненко Владимир Иванович, выйдите со мной на контакт. У вас в тот день было плохое предчувствие? Случилась такая трагедия, и спустя всего лишь 4 дня после случившегося, еще не успели даже опубликовать имена всех погибших. Он уже выкладывает это видео с разговором, где он говорит, что это теракт. Это как бы не важно. Важно лишь то, что он делится неподтвержденной информацией, надуманной информацией. Методы его связи очень-очень сомнительные. Все ответы людей тоже очень сомнительные. Как работает эта штука? Она очень быстро перелистывает все радиоволны и обрывки. Получается этот быстрый поток, и выходят какие-то обрывки. Иногда они выливаются в фразы, в звуки, и он эти звуки расшифровал. Однако погибший пилот не единственный, с кем пытался связаться Соколов. На канале блогера выходит множество видео, где он якобы входит в контакт с умершими знаменитостями. Рина Поленкова, Илона Новоселова, Мэрилин Монро, певец Тентасьон – все это громкие и скандальные смерти. И именно их выбрал Соколов ради хайпа. Что вообще сподвигает этого человека на то, чтобы этим заниматься? Это похайпить, просмотров набрать, потому что канал довольно-таки большой, и просмотров у него есть по миллиону. Вот и смысл всей его деятельности. Просто, мне кажется, этого всего не видели родные, тех же самых людей, этой Ирины Поленковой, этого пилота. Просто не видели, наверное, родных. Мне было бы интересно узнать, что они об этом думают. Если бы у меня была возможность обратиться к Сергею, я бы сказал ему, что все, чем он занимается, возможно, интересно, возможно, но не такими методами. Он действительно может психологически ранить родных, в первую очередь, и вообще людей, потому что нельзя выдавать непроверенные факты за действительность. То есть я понимаю, если бы он, там, как на РНТВ, там, о, разгаданы все тайны Ванги, все такое. Нет, он говорит о реальных людях, говорит с ними. Говорит факты, которые ему якобы они говорят. Потому что он говорит, вот, факт, все, Рина, там, виноваты те, это, те, это. Но где факт? Причувствовали вы то, что вы разобьетесь на этом самолете? И дух отвечает, да. Просто людей, которых ты знаешь, да, и такое тоже слышать, и слушать то, что он рассказывает, ну, не знаю, это ужасно, если честно. Да, это очень непонятно. Поэтому я вчера матерился просто очень много раз из-за всего этого. И вот сегодня все-таки мы правильно, чтобы узнать такое видео. Ни в коем случае это никакая не реклама. Да, потому что... И не антиреклама тоже. Да. Я думаю, что... Мы, конечно, не в силах, скорее всего, это иметь. Но мы в силах этому противостоять. Итак, дорогие зрители, вот наше видео подошло к концу. Сегодня мы сделали такую интересную рубрику, да, критика. Ну, не критика, но просто слишком сильно нас зацепило. Зацепило данная тема. Поэтому, если вам понравилось... Понравилось наше обсуждение. Да, наше сегодняшнее обсуждение, то ставьте нам пальцы вверх. Ставьте колокольчик, чтобы вы смогли видеть каждое упоминание моих новых выходящих видео. Подписывайтесь на социальные сети Дани, Артема. Ну, и меня, конечно. Все социальные сети будут внизу в описании. Ну, а с вами был я, Игорь Прайкс. Данил Антонов. И Артем Фельманов. И всем до нового выпуска. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!